Девчонки приветик! Часто мы настолько хотим быть красивыми, что скупаем все возможные средства ухода за кожей лица и пользуемся всем и сразу, часто даже не задумываясь, а насколько безопасен для меня тот или иной кремчик из рекламы какого-нибудь бьюти-блогера, например. Я в свое время наделала столько ошибок в уходе за лицом, что просто обязана вас от них предостеречь. Вот бы мне кто-то раньше это все рассказал. И да, девчонки, кто еще до сих пор смотрит нас без подписки, обязательно подписывайтесь и присоединяйтесь к нашей большой и дружной компании подружек. Первое. Нельзя пользоваться скрабами. Как бы ни рассказывали, что скрабы отшелушивают кожу, разглаживают ее, делают мягкой и гладкой, я скажу только одно. Скрабы травмируют кожу. Это плохо. Категорически нельзя пользоваться скрабами девчонкам с прыщиками или воспаленной чувствительной кожей. Этот скраб просто разнесет бактерии по всему лицу и прыщиков станет еще больше. Если у тебя остались пятнышки после прыщиков и ты хочешь их убрать, лучше вместо скраба используй гель-скатку или средства с кислотами. Они не травмируют кожу, но при этом удаляют старые клетки и стимулируют обновление кожи. Второе. Всегда используй солнцезащитный крем. Если взглянуть на женщин, которые всю жизнь прожили где-то в деревне и постоянно находились на открытом воздухе и солнце соответственно, то большинство из них покрыты глубокими морщинами. И это даже в среднем возрасте. А все потому, что они не пользуются солнцезащитными кремами на постоянной основе и кожа их лица сохнет быстрее и морщины появляются тоже быстрее. Потому просто возьми себе за правило на всю жизнь. Видишь на улице солнце, мажь лицо солнцезащитным кремом. Третье. Обязательно мой руки перед нанесением макияжа. Да и вообще немытыми руками лицо трогать не нужно. Особенно где-нибудь на улице или в транспорте. После того, как подержишь в руках смартфон. Да, обычно смартфон это самая грязная вещь, с которой мы так часто контактируем. Потому хочешь нанести крем или накраситься, помой сначала руки с мылом. Четвертое. Не используй средства, которые забивают поры. Из-за этого начинается воспаление и прыщики. Потому если в составе твоего крема есть, например, кокосовое масло, пчелиный воск или силикон, то лучше от него отказаться. Пятое. Не мое лицо до скрипа. Вот бывает такое ощущение, когда умылось, а лицо такое чистое, что будто скрипит. Это плохо. Пересушивается кожа. Нужно менять средства, которым ты умываешься. Если у тебя очень жирная кожа, то можно его, конечно, изредка использовать, но не постоянно, а то жира будет выделяться еще больше. А всем остальным не рекомендуется. Надеюсь, я смогла предостеречь вас от ошибок в уходе за лицом, о которых мне вовремя никто не рассказал. Если тебе было интересно, обязательно ставь сердечко внизу под видео. Это были секреты юной леди. До встречи в следующем выпуске.